Привет, друзья! С вами Юля, а это ватный хит-парад. Все самое дикое и сочное из страны процветающих скрепных болот. Сегодня расскажу вам о том, как умер Путин, тыквенном спасе и о том, почему Патрушев залез в курятник. Из всей этой пропагандистской дичи мы выберем бронзового, серебряного и золотого лаптя. Итак, понеслись. Десятое место. Не прошло и пары дней, как Россия снова угрожает войной НАТО. Депутат Госдумы Затулин грозит странам Балтии, если они закроют для России Балтийское море. В случае, если будет сделана какая-то попытка закрыть то окно, которое прорубил Петр Первый на Балтике, то это просто означает, что мы вступаем в войну. И тот сценарий кошмарный, который они на протяжении 30 лет воспроизводят для того, чтобы доить Европейский Союз и НАТО... Он реализуется в реальности. Интересно, а Затулин в курсе новостей? Потому как складывается впечатление, что последние полтора года он вообще их не читал. Ну а хоть в курсе, что его армия полтора года Авгеевку взять не может. Он-то знает, что вторая армия мира аналогов нет, и там уже все угробило. Остались только полуторки. Ну и поэтому хочется посоветовать Затулин на такое устройство, компьютер называется. Ну или смартфон, на крайний случай, с которого можно выйти в интернет и поинтересоваться, что происходит вообще в мире, в войне, которую развязал его хозяин, а не только лишь свой зомбоящик смотреть. Например, взять у вас всех и отправить агитбригады на фронт, чтобы вы вообще поняли, что в мире происходит. Девятое место. Невиданное зрелище. Дурне поехало в Дурне. Или сливной бачок российской пропаганды посетила Северную Корею. Больше-то ехать Оль Скобеева никуда не может, поэтому по совету Лаврова, видимо, отправилась опробовать лагеря КНР. Это первое в истории человечества прямое включение из КНР. Я очень надеюсь, что оно не сорвется. Я сейчас действительно в Северной Корее. Посмотрите на счастливое лицо ее мужика. Так рад, что сплавил свою вздорную бабу в самую тоталитарную страну мира. Скобеевой там очень нравится, ведь она выяснила, что в Северной Корее есть интернет. А за ней, честное слово, никто-никто не следит. Мы, Оля, конечно же, верим. В Северной Корее есть интернет. Рядом со мной не стоит товарищ майор. Наши действия вообще никто не контролирует. Людей мало лишь потому, что народ уже спит. На улице совсем темно, и там людей не осталось. Конечно, людей на улицах не осталось. Но не потому, что там темно, Оля. Просто они все убежали встречать со слезами на глазах главного коня российской дипломатии. Оля! 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 Восьмое место. Еще один пропагандист. Стас Ай как просто облажался в прямом эфире. Ну или второй вариант. Держит людей за идиотов, что, впрочем, для российской пропаганды типично. Он выдал сюжет с российского ТВ за украинский. рассказала у себя в эфире о беспощадной цензуре во время украинского телемарафона на несуществующем в Украине телеканале. Телеканал ТНВ, который прервал речь женщины, призвавшей в прямом эфире не отправлять молодых людей на фронт во время марафона с рекламой службы по контракту. ...бегут туда, вдохновленные юношеским максимализмом, заряженные патриотизмом, и мы знаем такие истории, не все возвращаются. Они должны жить, они должны получать образование, они должны получать профессию, они должны жениться, заводить детей, поднимать своих детей, поднимать нашу страну, поднимать, строить... ...наше будущее, они наш генофонд. ...и защищать в том числе. У нас есть такие люди, мы сейчас хотим вам показать. Ребята, запускайте ролик. Ну, в общем, и, соответственно, прервали. И больше женщин не верили. Но на самом деле дело было на татарстанском канале, но Соловьевского прихвостня было не остановить. Не смутили его даже цвета графики в триколорах, что, согласитесь, было бы странно для украинского телевидения. То есть, Малика, дизайнер мусульманской одежды, выступала с этим своим заявлением, и ее сразу же прервала ведущая. Они ушли, пререкламировали как раз-таки службу в армии Украины, службу в ВСУ, и после этого из эфира женщину достаточно быстро вывели. Когда в следующий раз будете задумываться о том, может ли пропаганда быть еще тупее, просто помните, что может. Седьмое место. Кринж от Минобороны РФ. Остросюжетный триллер «Спасти рядового чмоню». У нас развернут этап первой врачебной с элементами хирургически квалифицированной помощи. Врачи-анестезиологи-хирурги оказывают помощь на максимальном уровне. Когда людям рассказывают, что мы делаем здесь, какие операции, каких пациентов спасаем, все просто заголовок хватает, скажут, ничего себе. Миноборона РФ выкатила очередной шедевр, где рассказала, как работают их врачи на передовой. «Ты втираешь мне какую-то дичь». Чистенькую машину медленно-медленно и осторожно заносит раненого, измазанного чуть-чуть красной краской. На него для реалистичности кладут листик, якобы он прямо с фронта. Но врачи спасать его не спешат. Сначала ведь надо ответить на вопросы пропагандистов. Наша задача прекратить массированное кровотечение, стабилизировать человека, то есть восполнить УЦК. Если необходимо провести дренирование плевральной полости, то есть вот такие мероприятия, иммобилизировать конечность, обезболить человека, подготовить к транспортировке, то есть укутать во все теплые листья, это зима, листья, это жара, сделать так, чтобы он был попрохладнее наоборот. У водителя с позывным «слепой» хрещет кровь из груди, но это подождет. Зачем срочно везти его в госпиталь? Ведь еще его нужно показать по телевизору. И тут же прилет от Камикадзе. Все живы, здоровы. Спасибо нашему быстрому эвакуации, врачам. Феллини переворачивается в гробу, а Тарантино бы плакал от зависти. Шестое место. Прелести российской частичной мобилизации. Мэр Иркутского Сибирска торжественно проводил на войну единственного добровольца. Здесь все было уютно и по-домашнему. Звучал марш прощания славянке, строем стояли школьники с аквафрешами, речь в микрофон толкал мэр. Уходят парни, уходят парни полной сил. Парни ходят добровольно, поэтому тебе даем наказ. Обязательно, Плани, вернутся домой живым и здоровым. Вернутся с победой. Ты достоин своей матери. Мать пусть не расстраивается, все будет хорошо. Да, зуб даю, все будет отлично. Если повезет, получат гробовые, школьников пригонят посадить картошку, дровишек подвезут или мешок морковки. Не священные миссии и высокой цели, чем защитить свою родину, свой народ, своих соотечественников, родных и близких людей. Ненуан, то и понятно, сдохнуть за дворцы Путина, это на самом деле очень высокая цель для россиян. Песков-то так и сказал, деньги – главный мотиватор. План простой – доведи население до крайней степени нищеты, устрой войну и отправь голодных подыхать за копейки. Хвала великому геостратегу! Это весьма и весьма привлекательное финансовое условие. Речь идет о действительно достаточно внушительном контракте. Поэтому для многих эти условия являются действительно определяющими. Хотя Путин-то еще недавно врал о том, что мотив воюющих – высокие моральные ориентиры и патриотизм. Мы платим какие-то деньги, и они, конечно, на разы выше, чем средние по стране. Но разве какими-то деньгами можно закрыть угрозу гибели человека, либо получения тяжелого ранения? Конечно, нет. И прежде всего, мужчина наша, который заключает или контракт, руководствуется самыми высокими патриотическими соображениями. Пятое место. Свершилось! Свершилось то, чего мы с вами так долго ждали. Путин умер. Но это не точно. Россияне уже массово гуглят, сдох ли диктатор на самом деле. Запросы о его окончании возглавили топ поисковых трендов Google. На этой неделе ряд российских пабликов разнес информацию о серьезных проблемах с сердцем у российского диктатора. Честно говоря, для меня это было абсолютно неожиданным. Это разочаровывает. Якобы у Путина случился сердечный приступ на Валдае и реанимировать диктатора пришлось охране, но не удалось. Ну а сейчас Кремль скрывает, что Путина больше нет и готовит консервы, утверждают полумиллионный паблик в Телеграме генерал СВР. Никакого уважения к усопшему. Труп Путина погрузили в морозильную камеру для пищевых продуктов, которая находится у него в резиденции. Иного выхода не увидели на данный момент. Врачи переведены в другие комнаты и также заблокированы. Новость пошла даже по зарубежным изданиям. На это пришлось реагировать Пескову. Он назвал информацию о смерти Путина абсурдной информационной уткой. Я могу сказать, что никаких нету двойников, что касается работы и так далее. Это, знаете, относится к категории абсурдных уток информационных, которые с завидным упорством обсуждают целый ряд СМИ. Ничего кроме улыбки это, конечно, не вызывает. Да, мобилизации нет, войны тоже, Киев за три дня взят. И сионисты и гии правят миром. Не верить Пескову причин нет. Если кажется, нам надо креститься. Четвертое место. Русский мир на Бермудских островах. Бермуды вышли из-под суверенитета Великобритании и присоединились к РФ. И это не бред сивой кобылы, хотя... Подождите, подождите, вот тут-то я как раз не гарантирую. Мы отряды Путина предлагаем выкупить несколько Бермудских островов, чтобы там у нас были санатории, профилактории, чтобы могли наши ребята, наши жители страны отдыхать. И мы отряды Путина туда с удовольствием поедем. Крадиозные женщины из отрядов Путина предлагают на полном серьезе провести там референдум, потому что им негде отдыхать. Видимо, куроты Колымы их уже не устраивают. Поэтому предлагают принести русский мир на Бермуды и даже сделать единую валютную рублевую зону. Потому что там круглогодичная температура 28-26 градусов. Нас это устраивает. А у нас на Кубани мы можем только отдыхать в летний период. Можем предложить жителям этих остров референдум. Может быть, и не согласятся быть частью нашей страны. И мы врываемся в наш ТОП. Дорогие зрители, если вы досмотрели до этого места, не забудьте поставить лайк выпуску. Ну а мы продолжаем. Третье место. И бронзовый лапоть получает душесчипательная история о покушении на коллаборанта. Олега Царева то ли подрезали, то ли подстрелили в Крыму. Еще одна одиозная личность одной ногой отправилась на концерт Кобзону. Предатель вроде как спокойно прогуливался во дворе отжатого санатория. В Крыму, как тут, неизвестные открыли огонь. А ну подожди, подожди, дай я с ним. Камеру убери, а! Подождите. Браво камеру, б***ь! Бери, сука, б***ь! Камеру убери! Хорош, все, 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 все. Царев вроде как в реанимации, с большой потерей крови. Более точной информации, конечно же, нет. Он критиковал Путина за провал работы по Украине. Писал о том, что Кадыровцы пилят на металлозавод Ильича в Мариуполе. Прямо говорил о провале СВО. За это Соловьев и другие сотрудники госпропаганды России открыто угрожали коллаборанту прямо в эфирах. Но виновата во всем СБУ, ну конечно же. Так что, Олег, я к тебе хорошо отношусь. Ну успокойся чуть-чуть. А главное, не играй в игры между российскими силовыми структурами, потому что они между собой договорятся. А те, кто окажутся между ними, могут обратиться в труху, в прах. Царев был депутатом Верховной Рады нескольких созывов от пророссийских партий. В 2014 году примкнул к россиянам. А в Украине бывшего нардепа заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за госизмену. А еще это был очень мемный персонаж. Давайте вспомним легенду. Когда началась Вторая мировая война? Что? Когда началась Вторая мировая война? Волынская резня была... Когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Да вы что? Да-да. Не в 39-м? Нет. Не в сентябре 39-го? Нет. Не с раздела Польши? Нет. Вторая мировая война началась в 41-м? Давайте мы будем отвечать на мои вопросы или на ваши вопросы. Нет, давайте вы будете беседовать со мной и отвечать на мои вопросы. Второе место и Серебряный Лапоть. Получают новости импортозамещения или тыквенный спас. Весь мир празднует Хэллоуин, а в России решили создать новые склепы. В Хакасии отметят тыквенный спас. Он пришел на смену другому празднику, имеющему западное происхождение. Главный атрибут тот же – огромный оранжевый овощ. Праздник в западном стиле, который нельзя называть. Что за праздник такой интересный? А что за огромный оранжевый овощ? Дыня? Батат? Морковь? Ваши варианты? Напишите в комментариях. Приходить на праздник можно в гриме, интересных нарядах. Главное, чтобы присутствовал оранжевый цвет или атрибуты из тыквы. Приз за самый оригинальный костюм – новенький смартфон. Тыквенный спас ориентирован прежде всего на молодежь, но организаторы уверяют – весело будет всем. Ну и в Вежевске тоже не отстают от скрепного тренда. В школах будут отмечать тыквенный спас. Правда, все должно быть строго под контролем. Никаких костюмов, нечистой силы и грима. Бусы и шляпы не должны мешать учебному процессу – так и написали. А вот в Якутии школам официально запретили праздновать Хэллоуин. Постановление выпустило Министерство образования. Послушались, видимо, этих мудрых бабушек. Это что такое? Раньше подобных запретов в Якутии не было. Ну а теперь вместо западного Хэллоуина дети должны укреплять духовно-нравственные ценности и развивать зет-патриотизм. Тыквенный спас в качестве альтернативы праздновать тоже нельзя. Правильно. Лучше позвать в школу зэка, который расскажет, как убивал украинцев. Наши праздники прекрасные. И нам чужие не нужны. Первое место и золотой лапоть получает репортаж из Курятника. Кремлевские пропагандисты так перестарались с креативом, что отправили сын ККБшника Патрушева с теплого места министра сельского хозяйства вести репортаж с пкицефабрики. Мама меня отправила кормить курей. Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип. О производстве Димка Патрушев вместе с директорами и несушками рассказал бункерной моли о головокружительных успехах курей. Интересный момент. Московская область имеет три ордена Ленина. Один орден Ленина, понятно, за оборону столицы, а два за передовое сельское хозяйство. За то, что в разное время ученые, специалисты здесь внедряли все самое умное. Деду выступление из Курятника понравилось. Но вот чем он возмущен, так это высокими ценами на мясо птицы. Устал, наверное, питаться трюфелями и фуагра. Теперь курица у него вместо белужьей икры. Вы из Курятника с нами общаетесь? Это здорово. Это оживляет нашу сегодняшнюю работу. Встречу с правительством, безусловно. Но что, Курятина так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло больше, чем на 27%. Димка Патрушев то ли с перепугу, то ли обнюхавшись куриного помета, обозвал Путина почему-то Павлом Владимировичем и пообещал все порешать. И рассказал от чего-то не про цены, а про растущие объемы производства. Павел Владимирович, занимаемся этой темой. Я буквально на прошлой неделе сам проводил совещание с производителями мяса птицы. У нас в августе, непосредственно в августе, было небольшое снижение объемов производства. Но если брать период с января по август, у нас объемы производства все равно растут. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну что ж, ждем удешевления курятины и будем ездить в куриные туры на куриные птицефабрики РФ, чтобы затариться подешевше и побольше. На этом у меня все. Что думаете о нашем топе? Пишите в комментариях. И, конечно же, не забудьте поставить лайк, если вам понравился выпуск. И я не зря просматривала тонны шизанутого видео. Любе, друзья, дорога роды, но слава Украине! Живи, Беларусь! Факусики! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!